С 6 по 10 марта в Иркутске проходило первенство России по тайскому боксу. В сборную команду области вошли трое ангарчан. Артем Акиньшин стал серебряным призером, а Вячеслав Мурашкин – бронзовым. По словам боксеров, их соперники оказались достаточно серьезными, а поединки показали, над чем нужно работать. Третий поединок я проиграл из Мурманского спортсмена. Он выигрывает соревнования, уже третий раз выигрывает Кубок России. В чемпионат России буду готовиться, серьезно готовиться. Над чем нужно работать у тебя? Над ударами, над ошибками своими. А вот на Кубке России по тайскому боксу он проходил практически одновременно с первенством. Ангарчанка Ангелина Киященко завоевала золото. Трудный был самый первый бой, потому что девочка из Челябинска, я с ней уже третий раз билась, один раз я проиграла. Мы практически с ней на равных. Тайский бокс становится все популярнее у ангарской молодежи. По словам тренеров, для более высоких и стабильных результатов необходим собственный спортивный зал и финансирование. Сейчас вот Геля попала в сборную России, и у нас в июне будет, ну это Кубок России является отборочным на чемпионат Европы. Чемпионат Европы в этом году, в 13-м, будет в июне в Португалии. Вот, и с одной стороны радостно, что у нас, ну, дают такие результаты хорошие спортсмены польские. И сейчас у нас проблема возникла, это надо будет, там, скажем, тысячу-полторы тысячи евро, чтобы поехать на чемпионат Европы. Сейчас спортсмены активно готовятся к следующим соревнованиям. Впереди у них чемпионат России, а затем, в случае удачного выступления, и чемпионат Европы. Наталья Зарубина, Наталья Никифорова, Дмитрий Новопашин. Местное время.